Казахстанцы купили в июне наличную иностранную валюту, эквивалентную в сумме в 91,5 миллиарда тенге. При этом, по данным Нацбанка, этот объем ниже почти в три раза, чем месяцем ранее. Самой востребованной валютой в очередной раз стал, конечно, доллар, а вот евро уступил второе место рублю. Между тем, американец продается в обменных пунктах Казахстана за 482 тенге, несмотря на то, что на фондовом рынке он немного ослаб и торгуется за 478 тенге. Ожидает ли дальнейшего ослабления доллара в материале Амина Драхмановой? Курс тенге на бирже в течение месяца менялся в диапазоне от 425 до 470 тенге за доллар. Таким образом, национальная валюта ослабла на 13 с лишним процентов. Общий объем операции по валютной паре тенге-доллар на фондовом рынке составил 12 миллиардов долларов. А вот казахстанцы купили наличные иностранные валюты на 91,5 миллиарда тенге. 46% от этого объема – приобретение доллара. А по данным Национального банка, это в три раза меньше, чем в мае. Между тем, по словам экспертов, несмотря на снижение спроса, цена на доллар остается высокой. И причина этому не ослабление тенге, а укрепление доллара на фоне новостей о повышении ставки по федеральным ставкам в США сразу на 75 базисных пункта. У нас впереди, я так понимаю, ждет в сентябре, может быть, еще одно повышение ставки ФРС. Это значит укрепление доллара. Я не думаю, что это должно вызывать панику на нашем рынке, потому что это не ослабление тенге, это укрепление доллара. Это нормальная ситуация. Какие-то вещи к нам, может быть, в тенге и повысится, но в целом мы все понимаем, что это ситуация нормальная. По словам экономистов, повышая ФРС, Америка таким образом борется с инфляцией. А это, в свою очередь, напрямую влияет на рынки других стран. И Казахстан не исключение. А повлиять на курс тенге в сторону укрепления могут выгодные цены на нефть. Поэтому сейчас правительству, по мнению экономистов, необходимо искать пути доставки углеводородов на мировой рынок напрямую, а не через посредников. Исходя из нынешнего положения, если мы смотрим на будущее, и мы просто это переносим на будущее, при более или менее стабильной, спокойной ситуации, в общем-то, тенге сейчас стоит на тех уровнях, то есть, грубо говоря, курс сейчас находится на тех уровнях, на которых он заложен в бюджет. Плюс-минус 460. Это некий таргет, к которому валютный рынок стремится. Кстати, фондовые рынки США резко выросли после решения ФРС. Нацбанк Казахстана также на этой неделе повысил базовую ставку. А любое повышение ставок или доходности по бумагам развитых стран, как говорят экономисты, является фактором давления на развивающиеся рынки, в их числе и Казахстан.